Уважаемые коллеги, доброе утро. Хочется начать сегодняшний день с такого доклада о необходимости изучения студентами методических аспектов внедрения свободного программного диспечения. Несколько слов про причины, почему вот такая вот тема вынесена. Ну и хочется сразу сказать, что вчера и позавчера те доклады, которые были, они в общем породили определенный такой синопсис мнений, дискуссию. Ну и хочется добавить к этой дискуссии еще один вопрос, потому что тема в том или ином виде затрагивалась и возможно то, что я попытаюсь осветить в своем докладе, оно будет достаточно интересно для сообщества и приглашаю в том числе коллег к участию в тех проектах, которые я расскажу. Я представляю Московский педагогический государственный университет, зовут меня Ковалев Евгений, я руковожу, являюсь замдиректором Института математики и информатики. Ну и соответственно наши проекты, они в основном вызваны тем, что мы имеем определенный накопленный опыт в плане обучения как учителей информатики и математики, так и специалистов по приквозной информатике. Ну и есть магистрские программы, связанные с таким широким понятием, как цифровизация образования, естественно, в данном случае это рассматривается в том числе как подготовка специалистов в области создания, поддержания, управления IT-инфраструктурой образовательного учреждения, причем, естественно, не обязательно школы, образовательного учреждения именно общего характера, то есть это может быть и колледж, это может быть и структура вуза, это и корпоративное обучение. Ну и понятно, что некая актуальность продиктована тем, что в настоящее время действительно накопилась потребность в изучении алгоритмов внедрения и принципов использования свободного программного обеспечения. Та ситуация, которая сложилась сейчас, и она связана с некой заменой, с некой миграцией как проприетарного ВПО, так и импортного ВПО, которое уходит из нашей страны и, соответственно, меняются определенные процессы, определенные процессы внутри компании, все это требует в том или ином виде компетенции, компетенции студентов, вот этих вот будущих специалистов, которые лежат в области обоснования и выбора программного обеспечения, проведения анализа изменений процессов, которые происходят на предприятии, они вызваны как раз переходом на свободное ВПО, а это, в общем-то, не всегда просто, иногда, как предыдущие докладчики рассказывали, это связано с тем, что отсутствуют методические материалы, отсутствует определенное обобщение опыта тех или иных компаний, ну и, соответственно, все это влечет, так называемую, сложность в адаптации сотрудников, сложность в расчетах и понимании, насколько эффективнее деятельность предприятия будет связана с переходом на свободное ВПО. Естественно, скажем так, руководство, оно не всегда понимает, в чем, собственно говоря, будет преимущество, потому что, естественно, процессы, которые были до этого, и они были реализованы хорошо, на их взгляд, их почему-то в какой-то момент нужно сломать, их нужно перевести на другую IT-инфраструктуру, перейти на другое ВПО. Естественно, с точки зрения, например, обычных пользователей, это достаточно критичная ситуация, потому что это управление изменениями, любой сотрудник, привыкший работать на рабочем месте и выполнять одни и те же действия НРАС, он в какой-то момент понимает, что нужно менять, в общем-то, какой-то алгоритм действий, привыкать к новому ВПО, возможно, это для него критично в силу разных причин, в том числе и возрастных, поэтому все это те задачи, которые стоят перед будущими специалистами, перед нашими выпускниками. Соответственно, мы рассматриваем пока в плане нашего накопленного опыта этот подход, как изучение, такое исследование в виртуальном предприятии, как мы его называем, и анализ программного обеспечения, которое ему потребуется. В качестве основы есть два направления, это либо достаточно подробное погружение и описание предметной области, вот на примере, на слайде приведены примеры тех отраслей, это достаточно сложно для студентов, естественно, которые связаны с производством, пищевая, мебельная, промышленная, строительство, другие сферы, в том числе и сфера управления. Они описывают это виртуальное предприятие в качестве моделей, в качестве моделей процессов, ну и, соответственно, под каждые процессы они рассматривают то ОПО, которое есть, условно, скажем, сейчас, то есть оно является проприетальным, и то программное обеспечение, которое может его заместить, то есть то, что мы рассматриваем в области свободного ОПО. Ну и второе – это подход, который появился не так давно, он принципиально новый и в рамках образовательных стандартов он был включен не так давно. Например, по укрупненной группе специальности 09, это стартап, собственный стартап, который сейчас может рассматриваться в качестве дипломной работы, дипломного проекта. Ну и, соответственно, вот этот самый стартап и его, так сказать, реализация полностью основана на свободном ОПО и ведении его предполагаемой деятельности с выходом на какие-то показатели, то есть некий горизонт планирования, скажем так, в течение года, двух-трех, потенциальный выход на какие-то точки окупаемости. Это вот второй подход, где то же самое анализируются процессы, где, соответственно, студенты предполагают использование определенного ОПО и реализацию этих процессов с использованием свободного программного обеспечения. Ну и для этого они вот на учебной практике, которая есть на бакалавриате и есть на магистратуре, я еще позже покажу на слайдах в качестве каких примеров направления мы это используем. Вот студенты изучают основы, в данном случае больше бизнес-планирования и программные средства управления проектами, которые тоже самое помогают им в расчетах и в реализации потенциально собственного старта. Какие, собственно, задачи стоят, и они возникли перед нами на основе вот такого вот опыта, применения опыта изучения свободного ОПО. В общем-то, задача, которая появилась достаточно недавно, она была сформулирована, наверное, скажем так, в рамках текущей сессии в декабре, это получение накопления в таком общем репозитории компетенции в области внедрения свободного программного обеспечения. При этом мы, имея определенный опыт, предлагаем, и вот сейчас с февраля действительно будем больше предлагать студентам именно создавать такой вот банк знаний, банк проектов, которые позволяют потом использовать его в качестве определенных таких опытных баз знаний при тех или иных исследованиях, например, при проведении исследований бизнес-процессов и увеличении потребностей специализированной ОПО. Когда есть предметная область, описание предметной области студенты могут брать из практики, они могут обращаться к нашим компаниям-партнерам. Партнерам, не буду сейчас подробно их описывать, они есть из разных областей, поэтому если коллегам будет интересно, могу про какие-то конкретные области поговорить уже отдельно. Ну и, соответственно, эти исследования бизнес-процессов, они вот так вот накапливаются, и они в свободном доступе должны быть для того, чтобы не изобретать велосипед заново, для того, чтобы их просто брать и соответствующим образом пытаться представлять, а где же там в этих типовых бизнес-процессах есть аспекты, связанные с внедрением свободного провода. То есть какие процессы мы можем взять и заместить прямо сейчас, вот как они есть, а какие у нас требуют определенной доработки. И одна из задач, которая у нас параллельно может возникнуть, это, например, создание рекомендаций для компаний, которые работают в разработке в области свободного пола, для того, чтобы они определенный функционал программного обеспечения дополнили вот такими вот задачами, вот такими вот функциями. Следующая задача – это создание базы данных по проекту внедрения, потому что действительно у нас иногда есть хорошие проекты, которые студенты выносят с практики. И, к сожалению, они очень часто создаются только ради практики, ради некого зачета или экзамена, а при этом они действительно могут быть выставлены для того, чтобы в этом репозитории они были доступны и, соответственно, развивались дальше в плане развития компетенций для поддержки и развития свободного программного обеспечения. Ну и еще один важный аспект. Конечно, сюда хочется привлечь специалистов в области, в том числе и экономических расчетов, в области экономики – это расчет стоимости перехода на свободный пол, потому что если мы с вами переносим все это в область принятия решения, если мы работаем с руководством, то получается, что не всегда преимущества для них видны сразу. То есть мы должны, сделав некий расчет стоимости перехода, показать, что, понимаете, через определенное время экономический эффект нам позволит добиться основных преимуществ. И вот эти вот цифры, расчеты стоимости, они в целом будут показывать ему динамику того, что вложения, которые произошли, изменения, которые произойдут, и трудности, которые будут преодолены, они потом окупятся в результате перехода на свободное пол, и, соответственно, решение о переходе нужно принимать на основе примерного расчета. Есть методики расчетов, есть попытки, скажу пока попытки студентов разработать программные решения в плане таких вот калькуляторов стоимости перехода, естественно, в этом плане требуется в том числе участие тех фирм-разработчиков, которые, возможно, какие-то данные для расчета стоимости будут предоставлять на основе внутреннего опыта, на основе своего накопленного синопсиса мнений. Это, в общем-то, очень важно, потому что, действительно, иногда при расчете стоимости мы пользуемся только нашей внешней оценкой, она не всегда совпадает со внутренней, которая есть у разработчиков. При этом понятно, что есть проблемы предприятия, и эти проблемы, эти проблемы необходимо тоже решать, они нам встретились достаточно серьезно при внедрении вот этих методик, но, во-первых, у предприятия есть определенная критическая инфраструктура, эта инфраструктура иногда является очень специфичной, и не всегда студенты, не имея доступа к этой инфраструктуре, могут ее, в общем-то, оценить, насколько она возможна в плане замены на свободный порт. У многих предприятий отсутствует цифровая стратегия по переходу, в скобочках написано, и отсутствие, потому что, действительно, когда принимается решение, иногда эти решения спускают сверху, иногда это решение является спонтанными, а работа над стратегией и стратегией по переходу – это процесс, который, в общем-то, очень часто отсутствует. Он очень важен, опять же, в том числе и исходя из расчетов стоимости, про который уже говорил. Еще одна проблема – это насколько реально вложиться в введенные сроки. Есть сложности, которые возникают сразу. Одна из сложностей – это вот именно то, что у нас необходимо обучать персонал, у нас необходимо использовать различную методическую поддержку, насколько она проработана, насколько она существует – это вопрос, поэтому всегда эти сроки могут быть нарушены, что для условного заказчика это всегда определенный нервный такой вариант. Всегда сроки являются ключевым в реализации проекта, но если эти сроки нарушаются, то сразу же говорится о том, что это, в общем-то, неэффективно, это недостижимо, это не нужно, и при этом очень часто, как это бывает, в IT-проекты заканчиваются неуспехом. Ну и самая главная проблема – это действительно отсутствие анализа аналогов, которые есть, и анализы бизнес-процессов, которые могут быть типовыми. Вот, собственно говоря, с этой проблемой мы начали, когда задумывалась идея по созданию и введению студентов таких вот методических приемов, когда мы приняли решение о создании этих вот разработок и введении, возможно, дальше базы данных этих процессов, потому что действительно каждый раз приходится рассматривать предприятие заодно, хотя типовые процессы, они в определенной пропорции процентной все равно бывают. Ну и для достижения цели, да, требуется грамотный анализ задач, детализированное техническое задание по каждому продукту, что тоже в плане документации очень важно, потому что, по-моему, тоже предыдущие докладчики замечали, что иногда сложно найти документацию, либо она имеет разрозненный характер, очень часто необходимо ее систематизировать из разных источников, а это время, это сложность форматирования, приведения к формальным каким-то признакам. Ну и, соответственно, понятно, что детализированное техническое задание, как документ, тоже очень важно для обучения студентов, потому что именно здесь они учатся работать с документацией, именно здесь они учатся создавать формализованные документы, что в настоящее время является очень большой для многих проблемой. умея создавать и реализовывать какие-то программы, средства, они, к сожалению, не очень хорошо могут работать вот с такими процессами. Ну а также ориентироваться на результаты, готовность к большому объему работы при сжатых сроках. Это не что иное, как обучение студентов в работе в команде, управление проектами. Соответственно, у нас в настоящее время реализуется такая задумка, что мы обучаем их управлению IT-проектами и пытаемся их заставить поработать в разных должностях в рамках одного проекта. То есть групповой метод, который пока еще до конца не стал, но он предполагает все-таки ответственность всей команды, ну и условные оценки всему проекту на основе действий команды. Да, у нас есть определенная такая методика учета вклада каждого, но оценка идет именно одна, то есть всей команде за выполненный какой-то проект. Иногда это действительно сложно, потому что есть некие провалы на определенных должностях, и студент, который получил определенное задание, приоритетировщик, если он не выполняет это задание вовремя, то, условно говоря, команда разработчиков, она просто не может окончательно понять, что им делать, и в этом плане они как минимум не выполняют проект вовремя и, соответственно, могут получить определенную более низкую оценку. Ну и немножко про образовательные программы и базовые дисциплины, где мы этот наш, скажем так, эксперимент проводим. Это два направления бакалавриата, ну и два направления магистратуры. При этом бакалавриат, прикладная информатика рассматривает дисциплину управления IT-проектами, это четвертый курс, и, соответственно, естественно, у них уже есть определенные накопленные компетенции, которые, ну, я считаю, что на всех этапах моделей жизненного цикла, то есть они могут заниматься и аналитикой, и проектированием каких-то IT-продуктов, и разработкой, естественно, внедрением. Ну, и есть производственная практика. Производственная практика подразумевает работу в том числе с внешними предприятиями, а в какое-то время это было сложно в рамках пандемии, потому что сложно было найти место в прохождении практики, сложно было адаптировать какие-то требования предприятия к тому, что должен был этот студент на практике. Сейчас в последнее время проблем нет, наоборот, у нас как бы немного студентов доходит до начала практики, не имея места, потому что на третьем-четвертом курсе сейчас, вот в последние, там, полтора-два года появился такой, так сказать, определенный, определенные потребности в привлечении студентов, и, вот, например, сейчас студенты третьего курса, которые с первого-ля выходят на практику, всего два человека из группы, не имеют места практики или стажировки уже. При этом понятно, что они могут их находить самостоятельно, но в плане задач мы все-таки их настраиваем и коррелируем именно с теми процессами, про которые я вам сейчас говорю. Есть логическое продолжение этой магистратуры, этого бакалавриата, этой магистратуры прикладной информатики, ну, и здесь вот у нас выделены две дисциплины, системное и сетевое администрирование, такая база дисциплины первого курса, где мы считаем, что мы должны дать студентам представление в том числе о системном ПО, что у очень многих достаточно невысокое. Здесь есть еще особенность такая, что в магистратуру 0.9 по прикладной информатике к нам, как в педагогический ВОЗ, приходит много окончивших направлений педобразования, и, соответственно, понятно, что в течение первого семестра нужно как-то в определенной степени выработать эти самые знания базовые, которые у них есть после бакалавриата. Ну, и такая кросс, как мы называем, дисциплина, она в течение года проходит информационно-моделирование сложных систем и процессов, на котором мы в основном выстраиваем вот ту модель, на которой я у нас. На вопросы в том числе. Да, я сейчас немножко перейду, покажу, как мы используем это в рамках курса инвестраторы. Ну, и два слова про бакалавриат педобразования. Да, педобразование имеет профили подготовки, ну, в данном случае профили подготовки математики и информатики, один из профилей, потому что они очень близки, ну, и вот на всех из них есть такая дисциплина, как системное преподобное ПО. Бакалавры педобразования в меньшей степени готовы работать, но у них есть, на мой взгляд, очень важные компетенции, это именно компетенции в области педагогического образования, в области методики преподавания, они очень востребованы, как, например, те же самые специалисты в области корпоративного обучения, Ну и понятно, что они идут часто в школы, где, собственно, они должны нести вот те самые идеи по, в том числе, переходу к свободному ПО, и не только идеи, но еще и компетенции, а как это сделать. Евгений, уже вопросы в аудитории есть, давайте потихонечку к ним переходить. Ну хорошо, давайте. Ну сделайте заключение, что у вас. Еще раз не слышу. Подведите итог вашего доклада и к вопросам переходим. Да, ну, пару минут в качестве итога. Да, еще раз, я просто хотел показать, если нужно, коллегам могу переслать, как мы встраиваем по этим дисциплинам, например, те же самые учебные материалы, которые предоставлены из ПО Базальт. Это в рамках сертификации студентов по направлению системной преподавательной программы обеспечения. Ну и в качестве предложений, которые мы в том числе выдвигаем коллегам, это вот сейчас идет работа по созданию на базе института лаборатории в области свободного программного обеспечения. Ну и основные задачи, которые мы будем рассматривать и которых мы приглашаем коллег, в том числе обменяться опытом, это вот как аудит используемого ПО, разработка планов миграции, пилотное внедрение, обучение, конечно же, пользователей. Поэтому буду рад, если коллеги дадут ценные советы в этой области, присоединяться к работе, ну и я сейчас к последнему слайду перейду, вот мои контакты, ну и соответственно буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы есть? Да, есть, 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 есть. Ага, можно один? Ну спрашивайте, потом я спрашиваю. А можно ли микрофон? А, ну пока микрофона нет, я спрошу тогда. Еще Брукс, по-моему, говорил, что без реверс-инжиниринга бизнес-процессов невозможно ни одно нормальное внедрение. Вот вопросу реверс-инжиниринга у вас вообще уделяется внимание при обучении студентов, потому что я часто сталкиваюсь с тем, что студенты, приходящие после вуза, вообще такого словосочетания не знают. И все их попытки разработки состоят в том, чтобы впихнуть свое программное обеспечение в процессы, которые до них сложились в конкретной организации. Вот занимаетесь вы этими вопросами, нет? Да, спасибо. Пытаемся, скажу так, заниматься, потому что действительно студенты достаточно сложно вникают в эти процессы. У нас был отдельный курс инжиниринг и рейнжиниринг бизнес-процессов в магистратуре. Не сказать, что он был успешный, но отдельные элементы его остались. И вот то задание, которое мы им даем, например, вот в курсе магистратуры информационного моделирования, да, оно предполагает именно реверс-инжиниринг. Хотя это достаточно простые процессы. То есть я не скажу, что там сложные процессы, нет, пока мы только простыми границами. Спасибо, у нас следующий доклад сейчас. Спасибо.